итак 10 октября мы продолжаем курс санскритского синтаксиса но мы постепенно отходим от хита падающий и намерены начать разбирать рома и ну включи композитно синтаксического разбора начать путь в длиной в год путь медленного чтения рома и ну как минимум год ну скажем да так примерно год да как получится как как получится но при всем при том что в следующее воскресенье и в последующее воскресенье мы будем продолжать еще читать это падающий что такое ромаина то есть как она на слух воспринимается это что вообще ну на слух она воспринимается так же как и любой другой эпический текст или также как любой другой текст на санскрите написанный размером а ну чтоб который скорее И русскоязычный читатель, наверное, или санскритаман знает, как шлока. Но обычно на санскрите, если мы говорим шлока, имеется в виду любой стихотворный размер. А конкретно, если конкретизировать, то размер все-таки называется андштуб. Ну, звучит это примерно так. Если взять начало Аране Парвана. Прошу прощения, Аране Канны. Аране Канны. Парвана это в Махабхарате. Ну и так далее. Все в таком же стиле. Конечно, за тем исключением, когда иногда бывают изменения стихотворного размера, во-первых, випула. То есть, некий нестандартный размер вот этой самой шлоки, эпической шлоки. Или андштуба. Или иногда это бывают вполне даже три штук, то есть одиннадцатисложник, который звучит так. Но я это вот не подготовил, буду читать с листа. Нет, возьмем, скажем, то, что я знаю наизусть. Допустим, три штук из Бхагавад-гиты звучит, который так. Гуру-на-хатвахи-махану-бхаван. Шри-о-бхоктум-бхайкшям-апи-халоке. Атвар-така-сту-гуру-ни-хаева. Ну и так далее. Вот так вот звучит. Одиннадцатисложник. То есть, это некие стихи? Это что это? Это роман? Это сборник стихов? Или что это такое вообще? Ну да, что такое Ромайна? Ромайна вместе с другим. Это эпическое произведение. Это то, что мы, когда мы по-русски говорим, санскритский эпос. Вот санскритский эпос. Собственно говоря, есть два эпических великих произведения. Это Магамарата. И Ромайна, которая чуть поменьше размером, но тоже имеет мышительный размер. Где-то критическое, насколько издание помнит, где-то 25 тысяч с чем-то шлок. А если Южная рецензия, так называемая Вульгата, она, по-моему, что-то 32 тысячи или около того. В общем, чуть подлиннее. Да, это эпическое произведение, которое, разумеется, для того, чтобы оно звучало, оно должно зазвучать в традиционном, правильном произношении. В котором речь идет о подвигах, о злоключениях и подвигах царевича Рамы и его прекрасной и верной жены Ситы. Его злоключения, подвиги, которые начинаются от его жизни, рождения и жизни в качестве принца города Айобхи. И в результате интриг одной из, скажем так, Кайкеи, как ее назвать, тетя, это его жена его отца, одна из жен его отца, Кайкеи, интригует. В результате его интриг он, оказывается, вынужден покинуть дворец, покинуть, так сказать, положение царевича, отправиться странствовать в лесу, где, значит, тоже много чего происходит. Ну и, помимо всего прочего, вот его супругу Ситу похищает десятиглавый демон, чудовище Равана и уносит с собой нашу Ланку. И Рама, соответственно, со своим братом Лакшманом предпринимают и целой армией, армиями союзников предпринимают поход для того, чтобы освободить Ситу из лап этого страшного, страшного Ракшасы. Для тех, которые вкратце хотят ознакомиться с сюжетом Рамайна, я думаю, что лучше всего можно посоветовать посмотреть, несколько лет назад вышел такой мультфильм, доступный на Ютьюбе, называется Сита Синьс Де Блуз. Сита поет Блуз. Автор этого мультфильма Нина Пейли, по-моему, она это канадская, она канадка, художница, которая такой очень занимательной, очень интересной и красивой форме, необычной форме. С юмором. С юмором, да, не без юмора, очень много юмора, некоторые индейцы на этот юмор, как обычно, обиделись, ну, а некоторые вполне адекватно это восприняли. Или, во всяком случае, я своим студентам советовал вот этот мультфильм обязательно посмотреть, потому что там все основные, вот в краткой форме, все остальные сюжетные линии Рамайна, ну, там плюс добавляется злоключение самой этой вот Нины Пейли в начале, да, как ее оставляет муж в Сан-Франциско, вот она вынуждена там, вернее, получается так, да, что она вынуждена за мужем отправиться в Индию, и там ее, вроде бы, как муж в Индии оставляет, если я правильно помню, ну, и немножко связана с ее личными. В общем, история порой повторяется. Чем интересен язык Рамайны? Ну, чем интересен язык, я думаю, может быть, вопрос следует поставить немножко по-другому, в чем особенности языка Рамайны, да, потому что, я не знаю, существует ли такая вещь, как интерес, которая сугубо, я бы сказал, очень субъективная, да, можно ли сказать, что вот он особенно чем-то интересен, ну, да, по сути дела, чем интересна Рамайна для традиции, да, может быть, вот так вот, для индийской традиции, я сейчас, конечно, особо не подготовлен в плане вот чтения научного доклада о важности и в особом значении Рамайны, но Рамайна, интересно, что она, особенно вот последние, по-моему, два-три десятилетия, очень ожила в Индии, надо сказать, что Рамайна, она не одна, их несколько, и в Индии даже более популярной является не санскритская Рамайна в Альмике, а по ее следам или по ее мотивам гораздо позже сочиненная Рамайна Рамчаритмана с Тулсидаса, да, собственно говоря, средневековая Рамайна, которая сочинена на языке Аводхи, и которую, ну, можно вот ее, так называемые, вот, Катха, то есть сказители этой Рамайны, это, прежде всего, Тулси Рамайны, можно встретить их по всей Индии, да, и Рамайна интересна тем, что, тем, что она, в общем-то, сейчас, по моим наблюдениям, ну, моим наблюдениям совершенно не специалиста, а стороннего наблюдателя, она становится очень важным выразителем самоопределения и консолидации индийского общества в главный, главный герой Рамайны Рама, это, можно сказать, это, да, ну, кто это такой, это, прежде всего, это праведный царевич, да, идеальный, идеальный правитель, это образ идеального правителя, ну, помимо того, что, там, в представлении отдельных религиозных традиций, да, Рама, либо у одних, допустим, это аватары, да, это образ Вишну, да, снизошедший Вишну, либо для рамаитов, для расиков это Рама, это, ну, об этом наш коллега может один гораздо более подробно и правильно рассказать, Рама это сам Бог, это, так сказать, ну, верховная, так сказать, личность Бога, ну, либо даже Рама вместе с Ситой, это вот мужская и женская половины единого божества, то есть вот так вот, то есть очень велика именно, вот для рамаитской традиции, именно Рама и вместе с Ситой, и, с другой стороны, Рама как политическая фигура, Рама как идеальный правитель, как, ну, как можно сказать, как правитель мира, как Чакравартин, да, как идеальный такой всемирный император, ну, и, в частности, вот это вот политическое противостояние, оно начинается с 90, я забыл точно с какого, с самого начала 90-х годов, когда последователи, когда сторонники, да, сторонники культа Рамы разрушили в Айодье, в городе Айодье, стоявшую на месте Джанмастхана, то есть место, ну, предположительного, да, место рождения Рамы, там была построена Бабуром, значит, из династии Великих Моголов, да, мечеть, вот мечеть Бабура была разрушена, и вот всех самых пор, по-моему, с 92, с 92 года, начиная, если я не ошибаюсь, вот вела стяжба между, между индуистами, муромаитами и мусульманами, и буквально, вот, я не знаю, в прошлом году, по-моему, было таки решение, вот, принято решение суда в пользу, значит, в чью пользу, в пользу индус, индуистов или индусов, и вот это, значит, значит, о чём там шла речь, о том, что, да, что на месте разрушенной мечети должна быть, должен быть построен новый храм, именно храм рождения, на предполагаемом и на этом легендарном месте рождения Рамы в Айодье, да, и, по-моему, сейчас идёт во всю строительство этого храма, то есть, как бы сказать, вот, с точки зрения, с точки зрения победы, победы саната над дхармой, ну, над млеча над дхармой, над исламом, вот, я насколько понимаю, это тоже важно, поскольку, ну, что тут скрывать, ислам является не, так сказать, с исламом, у индуизма не, ну, у индуизма в таком самом общем, конечно, нет такого индуизма в чистом виде, есть огромное количество разных религиозных традиций в Индии, ну, которые в той или иной степени все основываются, или, по крайней мере, риторически основываются на супремасизме вет, да, ну, и вот с исламом постоянно, так сказать, со времён ещё мусульманского завоевания Индии очень много проблем, и поэтому царевич Рама, образ царевича Рамы, образ Рамы, как идеального правителя, божественного правителя, он приобретает, как никогда, вместе с приходом BGP, да, Бхаратия Джанат Патри, то есть индийских националистов, очень важное политическое значение, поэтому, да, чтобы так вот это вкратце подытожить.